Дарья Вершиленко, здравствуйте! 41-летняя женщина и 12-летний ребенок подорвались на мине на временно неподконтрольной территории Луганской области. Мать с сыном искали в поле потерявшуюся корову и наткнулись на мину. Пострадавшие ампутировали левую голень, она в реанимации. У ребенка ранение лица и брюшной полости. Его госпитализировали. В Харькове попрощались с курсантом Харьковского национального университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба Виталием Вельховым, который умер от ожога в больнице после крушения самолета Ан-26. Церемония прощания с другими жертвами авиакатастрофы состоится уже после идентификации тел. 25 сентября в Харьковской области при посадке возле Чугуева разбился учебный военный борт. Семь членов экипажа и 12 будущих штурманов погибли. Один курсант чудом выжил. В Италии началось рассмотрение апелляции по делу Виталия Марькова. Год назад итальянский суд приговорил его к 24 годам тюрьмы за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Ракелли в мае 2014 года на Донбассе. Тогда итальянская Фемида не приняла во внимание доказательства невиновности Марькова от украинской стороны. В этот раз защита сообщила, что у нее есть 20 новых свидетелей. Киев поднимет вопрос смены площадки для переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе после окончания пандемии. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Также он отметил, что участники украинской делегации не поедут в Минск из-за нелегитимности Александра Лукашенко на посту президента Беларуси. Минск не є майданчиком, який вирішує, чи закінчиться війна на Донбассе, чи буде докуповано Крим. Минск є логістичним майданчиком. Минск, ну, Минск, знову-таки, виртуальний, да? І зрозуміло, що після того, що Україна офіційно не визнала результати виборів президента в Білорусі, як і Минск, я точно не поїду, якщо навіть пандемія і завершиться. І я думаю, що вся і інші члени української делегації точно не поїдуть в Минск для проведення там перемоги. Курс з України в Євросоюз ще більш актуален, чем раньше. Об цьому заявив президент України во время видеоконференції з депутатами Європарламента. Владимир Зеленський поблагодарил за поддержку со стороны європейського законодательного органа в вопросі восстановления суверенітета і территоріальной целостности України і деоккупации Крима. Глава государства напомнил, що уже через неделю ожидается очередной саммит Україна-ЄС. В видеоконференції приняли участие євродепутаты із ФРГ, Бельгии, Литвы і Польши. Крім економіки та грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу – це поява і наша пропозиція кримської платформи, майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям. Як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за грати на території Криму, так і вже перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму. В Україні за минувші сутки виявили 3627 случаев заболівання COVID-19. Количество заражених українців визросло до 205 тисяч людей. Порядка 110 тисяч продовжують лечение. В розпространенні коронавірусу лидирують Харковська, Дніпропетровська, Одеска області і столица. Міністр здравоохранення Україна. Максим Степанов отметил, що в останнє часу увеличивається кількість тяжелобольних коронавірусом. Працюють наші лікарі, в тому числі наші провідні фахівці, країни, які консультують наших медичних працівників, які безпосередньо в регіонах щодо тактики лікування, щодо важких хворих. І можемо констатувати, що їх кількість збільшується. Тому дуже важливо, щоб ми дотримувалися правил. В це час на неподконтрольних територіях Донецької області за сутки зафіксували полсотни нових случаев зараження COVID-19. По данным самопровозглашённих властей, всього в так называемой ДНР выявили 3385 случаев коронавірусной інфекції, із них летальних 188. Таким образом, коэффициент смертності в Оргло значительно выше, чем на подконтрольних України-территориях. Как придерживаются карантинных правил в школах, проверяют в Днепропетровской области. В рейды выходят представители полиции и Госпродпотребслужбы. На що в першу очередь обращають внимание, узнаемо у корреспондента телеканала ДОМ. Она с нами на связи. Это Наталья Гусак. Наталья, все ли правила соблюдают в школах и какие выявили нарушения? Да, Дарья, нарушения есть. Как показали уже первые проверки, не во всех школах строго придерживаются правил карантина. В каждой трети есть проблемы и сотрудники полиции уже составили 15 протоколов об административных нарушениях. Теперь руководству этих школ придется заплатить штраф от 17 до 34 тысяч гривен. Каких правил чаще всего не придерживаются, нам рассказала главный специалист Госпродпотребслужбы. На дистанционном обучении в Днепропетровской области сейчас находится одна школа и 191 класс. Именно в учебных заведениях в последнее время фиксируют много случаев заболевания коронавирусом. Именно поэтому в них инициировали массовые вот такие вот рейды. И с сегодняшнего дня на дистанционную форму работы перешел университет Днепровская политехника. Его руководство такое решение приняло, чтобы в период карантина не распространять коронавирус. Даша. Наталья, вам спасибо за информацию. С нами на связи была Наталья Гусак. В Днепре проходят массовые рейды в школах. Там проверяют правила соблюдения карантина. Возможность проведения новых выборов в Беларуси. Это обсудили лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и президент Франции Эммануэль Макрон. Сегодня они встретились в Вильнюсе. Тихановская попросила Макрона выступить посредником по регулированию политического кризиса в Беларуси. Ранее он заявлял, что не считает Александра Лукашенко легитимным президентом и предложил ему уйти в отставку. Это была замечательная встреча. Он замечательный человек, который осведомлен о том, что происходит в Беларуси. Он пообещал нам сделать все, чтобы помочь в переговорах для разрешения политического кризиса в нашей стране. Многие люди страдают из-за этого режима и находятся в тюрьмах. И он сделает все, чтобы помочь освободить всех политических заключенных. Яркие и безопасные. Винницкий радиотехник создает рюкзаки с LED-экранами. Выводить на экран время, текст или картинки можно при помощи мобильного телефона. Такой рюкзак в городе может сделать заметным каждого, особенно в темное время суток. Какие детали использует изобретатель и сколько необходимо времени для изготовления одной сумки? Узнавали наши корреспонденты. На улицах Винницы Александр привлекает к своей спине немало взглядов прохожих. Его рюкзак – полноценный экран. У него такой самый рюкзак, как у меня. Я тоже хочу научиться, такой, как Винни. Ну, прикольно. Я такого не видела. То, что можно задавать какую-то тематику любую себе под свое настроение, это делает человека каким-то уникальным и особенным. Это реплика на рюкзак модного бренда, стоимость которого от 7 тысяч гривен. Александр по специальности радиотехник решил смастерить аналог. Он обошелся примерно в 2 тысячи гривен. Полностью разобрался. Я понимаю, что мне надо 4 часа, и я полностью соберу и запишу программу, как микроконтроллер. Для самодельного рюкзака с дисплеем понадобилась сумка, светодиодная лента, микроконтроллер и провода. Все детали паял у себя на кухне. Да, есть эффект огня, и это довольно лампово. Изображение от звезд до текста на дисплее можно выбрать дистанционно с любого смартфона через интернет. Арина Контонистова, Виталий Демец, Винница, Твой дом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...